я хочу представить свою гостью у меня сегодня потрясающая женщина гостья у меня сегодня из риги из латвии анна-мария райла и мы поговорим такая тема вообще для меня очень интересная я надеюсь радиослушатели тоже у нас будут удивлены до связь астрологии психологии что такое астропсихология и вот мы с анна-мария обсудили это немножко и пришли к выводу что это в принципе новое видение закона вселенной анна-мария вы с нами да я с вами я хочу в первую очередь поздороваться добрый день добрый вечер я поняла что мы находимся совершенно разных чистовых поясах и кто-то нас слушает утром кто-то вечером и вот так наш земной шарик я сейчас в латвии в юрмале у меня сейчас 7 часов вечера я поняла что в канаде сейчас день утра у нас вообще утро я же сан-франциско у меня вообще 9 утра так что михаил который нас вывел эфир он находится в чикаго и у него 11 часов поэтому у нас да мы с разных точек но тем не менее мы все вместе и хотим поговорить об очень интересных вещах и я пару слов о вас скажу просто представлю нашим радиослушателям чтобы было понятно кто вы чем вы занимаетесь анна-мария ведический астропсихолог и она очень-очень давно занимается различными ведическими духовными практиками практически с юности до с пятнадцати лет детства и все началось с эзотерических и целительных практик а последние 10 лет анна-мария глубоко занимается джойтишом и ведической астрологии и она является преподавателем джойтиша и но тем не менее я думаю что астрология без психологии как оказалось в общем не работает да и анна-мария сейчас посвящает достаточно большое количество времени изучение психологии является студенткой школы практической психологии и она еще ведет рубрику в эстонском журнале я ну правильно я говорю да но вы в латвии живу в латвии рубрику виду в эстонском журнале так сложилось когда-то у меня была рубрика здесь же в латвии но потом наше сотрудничество с газетой прекратилось потому что там разные накладки у нас были и у газеты менялся издатель и я стала издать в сотрудничестве с эстонским популярным женским журналом я на не очень-то связано я поняла вот ну в общем в принципе вот буквально несколько слов о вас я бы хотел конечно чтобы вы нам какую-нибудь личностную историю про психологию астрологию рассказали вот если это возможно ну и вот у нас тут много у меня тут много вопросов конечно по астропсихологии так что добро пожаловать отлично спасибо анастасия за такое чудесное представление я немножко может быть до коснусь того что действительно духовными практиками я интересуюсь очень очень давно и в общем то повезло наверное родиться в правильный момент потому что вот именно мне кажется в каких-то там 90-х годах открылся портал когда вот прям знание они потекли рекой потому что я иногда думаю как жили наши родители которым которых не было доступа той информации которую мы имеем сегодня и мне очень повезло что практически с детства я уже могла прикоснуться каким-то тайнам мироздания вселенной и так далее и меня всегда это очень интересовало мне я очень рано стала задаваться вопросами смысла жизни практически 12 13 лет я помню что мне это было интересно причем родилась я в очень верующей семье в католической семье и никто из моих близких никогда не интересовался вопросами реинкарнации кармы и так далее но мне кажется было 13 лет когда я увидела передачу по телевидению и в этой передаче рассказывалось о философии востока рассказывалось о принципах кармы и реинкарнации я просто как зачарованная я смотрел эту передачу мне не требовалось никаких доказательств что мы живем не единожды я сразу это приняла сразу в это поверила и и дальше уже начал начался поиск эзотерических источников я познакомилась с книгами рейриха а где йога и так далее кризовского читала различные целительные практики изучала рейки но знаете вот когда 10 лет назад в мою жизнь нашли ведические знания у меня было ощущение что вот я дома наконец-то я получаю все ответы на все свои вопросы да это удивительно я совершенно согласна потому что хотя я сама тоже выросла и до сих пор и нахожусь живу в православной традиции да и я совершенно не собираюсь ничего менять своей жизни вот именно с точки зрения своих принципов от религиозных скажем так но тем не менее ведические знания они для меня открыли такие удивительную глубину и вообще даже я бы сказала что я стала ближе гораздо к своей конфессии религиозной именно благодаря ведическим знаниями мне кажется что это действительно ключ к очень многому пониманию и законов вселенной нашего существования и того что вообще происходит в этом мире вот поэтому я готова подписаться под вашими словами о том что вы сказали что вы ближе стали к своему пути духовному православию со мной случилось точно также именно изучение вед меня очень сблизило с католическим путем и на самом деле мне стали близки все религии мира то есть ну я не вижу разницы я также хорошо себя ощущаю в католическом костеле и в православном храме и в индийском ашраме и вот именно благодаря ведическому знанию я пришла к пониманию того что бог он един и мы можем называть его разными именами христос буда аллах неважно кришна совершенно не важно личность бога она одна я согласна совершенно да ну давайте мы сейчас по повернемся к нашей теме собственно астропсихология что же это такое почему астролог да вроде бы казалось бы астрология да это некие мифические знания эзотерические да который дает нам предсказательные техники ну как может представить обычный обыватель мы это знаем что это не все так не все так просто но тем не менее и психология казалось бы достаточно современная наука да которая сейчас очень практикуется да и многие психологи ну вообще далеки от астрологии по какой же где здесь связь да в чем в чем она наблюдается астрологии психологии почему это вместе должно быть у меня очень интересный путь на самом деле в астрологию потому что я всегда увлекалась психологии ну то есть детство я заинтересовалась духовными направлениями эзотерическими а потом какое-то время когда я училась на туристического менеджера у нас преподавалась психология и я поняла что в том виде в котором нам на тот момент давалась классическая психология что она не работает и я для себя как-то закрыла тему вообще классической психологии на тот момент и вместе с физическим зданием ко мне пришла восточная альтернативная психология с которой я познакомилась у раме блэк то и это перевернуло мой мир и на самом деле для меня первично была именно психология и астрология моей жизни случилось в кавычках случайно я не планировала заниматься астрологией но был у меня момент жизни когда я занималась организаторством я приглашала разных интересных людей людей которые обладали неким знанием и могли его передавать миру и так случилось что я оказалась одним из организаторов курса индубалы и вот это было мое первое знакомство с джиодиш с физической астрологией я помню что я ничего не понимала но мне все хотелось записать это был начальный курс и и вот с этого момента меня очень сильно увлекло и практически я должна сказать что любовь к астрологии случилось с первого взгляда и на какой-то момент я оставила психологии я погрузилась в удивительный очень глубокий мир астрологического знания и просто я была потрясена я была потрясена глубиной мудростью я была потрясена тем как это работает в жизни допустим у меня сейчас есть некоторые из моих учеников которые они прекращают на каком-то этапе занятия астрологией единственной из одной причины потому что их начинает пугать насколько все предсказуемо насколько астрология работает и когда ты видишь отображение каких-то комбинаций которые ты читаешь в карте и ты видишь что это происходит в реальной жизни ты понимаешь что да этот мир непрост и ты понимаешь что здесь действуют какие-то законы которые хочется постигать изучать и хочется жить гармонии с ними и было такое полное погружение в астрологическое знание я учусь у многих учителей и мне нравится именно такой путь потому что каждый учитель он вот в эту единую мозаику добавляет какой-то свой пазл потому что каждый учитель он через свое видение как-то по другому раскрывает уже понятные знакомые техники то есть какие-то вещи которые ты не понял у одного учителя ты можешь понять у другого и вот это все складывается в единый очень красивый интересный пазл и первое время вот этой эйфории когда ты видишь как это работает в какой-то момент ты понимаешь вот есть эта мудрость которая говорит что знание увеличивает скорбь и конечно нам хотелось бы чтобы у нас у всех были успешные судьбы сильные карты и так далее но у каждого своя судьба и каждый человек уникален и когда ты начинаешь встречать скажем какие-то сложные отрезки пути и в какой-то момент у меня случилась такая внутренняя реализация что ведическая астрология и вообще астрология она ставит диагноз но она не решает проблему и допустим один из топовых вопросов наверно с которым обращаются к физическому астрологу это вопросы личной жизни и отношения это искусство это то искусство которое нужно постигать и иногда астрологически у человека очень сложные идут положение по седьмому дому который отвечает за партнерские отношения за супружество и брак и ты понимаешь но ты же не можешь как-то закрыть карту и сказать человеку что не как бы счастье не будет да ты должен дать какую-то поддержку ты должен как-то ему помочь вот на той точке на которой он остановился до дать ему поддержку вдохновения чтобы у него были какие-то силы решать те трудные задачи которые он сам же на себя в общем-то и взял на это воплощение человеку реально нужны знания так как поступить в той или иной ситуации и разобраться в себе в отношениях и в какой-то момент я поняла что именно и мне очень повезло с учителями в какой-то момент мою жизнь опять вернулась классическая практическая психология с очень сильными психологами украинскими психологами наташей холоденко дмитрием карпачёвым и их мастер-классы их программа обучения меня убедила что практическая психология это сила и практическая психология она решает очень многие внутренние задачи и поэтому в своей работе на сегодняшний день а в своей профессиональной деятельности я соединяю и астрологию и психология астрология карта она помогает очень хорошо читать личность человека его сильные слабые стороны его основные какие-то вехи в судьбе его периоды а психология она помогает решить некие вопросы да то есть если мы будем разбираться с понятием карма карма она ну сейчас это уже набило оском и наверное это слово знает каждый да и мы его употребляем и когда нужно и когда не нужно но ведь карма это очень глубокое понятие на самом деле и карма она подразделяется на несколько видов да и есть 44 основных вида первое это санчита карма это вся та карма которую мы накопили за все свои воплощения которые мы имели как душа и второй вид это прарабха карма пророженная карма эта часть санчиты которую мы берем на данное конкретное воплощение и вот именно это проросшая карман отображается в карте человека то есть когда астролог построил карту то он увидел часть санчиты именно ту карму которая проросла на момент рождения человека дальше идет крем он карма это карма свободы выбора да то есть происходят какие-то события в моей жизни и у меня есть свобода выбора как на них реагировать как их проходить и от того как я выберу сам пройти ту или иную ситуацию будет зависеть мой завтрашний день согласитесь что есть люди которые из мелочи могут сделать трагедию и остановиться в каком-то месте на долгие годы быть в депрессии и и в таких эмоциях скажем не очень радостных да а кто-то он это примет как вызов и он извлечет опыт и он более легко пройдет эту ситуацию его завтрашний день он не будет это депрессия он поднимется на но на качественно новый уровень жизни и вот это кремен карма и последний вид это агами карма так карма который не существует и которую мы делаем здесь сейчас и сегодня и если вернуться к проросшей карме я извиняюсь что я так долго по кармам иду интересно я прямо даже это у меня даже нет вопросов я прям сижу слушаю так внимательно здорово вот да спасибо возвращаясь проросшей карме эта карма опять-таки делится еще на три вида есть тридхи карма так называемая жесткая карма это та карма которую мы не можем изменить она по-любому с нами произойдет никакие упа и никакие молитвы и и ничего не способны изменить то есть мы ее должны пройти по-любому но вот очень часто карме приписывается почему-то негативный оттенок ведь карма может быть очень позитивная карма может быть на успех в карьере карма может алюдо да почему-то да всегда говорят bad karma да вот это вообще такое типичное типичный мем типичное выражение которое везде используется практически каждый человек его bad карма почему bad karma карма это же тоже то вообще как мы живем да то что мы имеем в этой жизни это все карма да то что нам есть на самом деле то что есть что нам есть где жить это что мы с вами сейчас сидим уже здесь вот перед экраном наших компьютерах разгораем это тоже часть кармы мы сейчас делаем какую-то карму это действительно потому что карма это что это действие ну вам иногда анастасия не кажется люди нашли очень удобную позицию на что списать свои какие-то неудачи это карма у меня так я согласна я как бы ни при чем моей ответственности здесь нет да что но это карма вина здесь как бы ни при чем это но такой некий инфантильность наша да в какой-то мере но карма да она разная и жесткая карма она бывает тоже на позитивные вещи но она также бывает и на какие-то потери трагедии какие-то не очень приятные события но согласитесь именно в неприятных событиях мы растем как личность мы развиваемся и мудрее и так далее ну не даром что дорогой клинок особо тщательно и второй вид вот из этой проросшей это карма которая фиксированная и нефиксированная да то есть это жесткая не жесткая то есть о чем это это о том что если я прикладываю усилия и от того насколько интенсивные усилия я готова приложить моя жизнь может измениться если я не буду прикладывать усилий вообще то пойдет фиксированный вариант да то есть ничего не изменится будут проблемы или наоборот работаю над какими-то вопросами в своей жизни когда я получаю другой результат но чтобы работать у меня должны быть что у меня должно быть знания потому что я очень люблю вот эту просто гениальную фразу инштейна о том что невозможно решить проблему имея то сознание которое ее создавало да то есть нужно подниматься на уровень выше а чтобы подняться нужны знания и ведической философии есть вот это понимание что в принципе человек сам по себе он не может изменить свою судьбу должен прийти учитель который даст знания и для меня таким учителем нашем современном мире да это может быть духовный учитель который приходит и дает знания но в современном мире это также может быть на начальном этапе для кого-то хорошая книга хорошая передача хороший разговор с мудрым человеком работа с психологом и вот здесь уже может выйти на свет софитов психология да потому что понимаете вот я очень часто с этим сталкиваюсь что человек к астрологу приходит за чудом за волшебной некой пилюлей и он ждет от астролога что вот сейчас ты ему скажешь что ну подожди да до 40 лет у тебя как-то это личная жизнь не устраивалась но сейчас как-то планеты станут в правильный ряд и все случится давайте все хотят чудо но никто не хочет понимать ну редко хотят понимать что для того чтобы это произошло нужны усилия я не верю в пассивное здоровье я не верю в пассивный доход я не верю в пассивные какие-то отношения я за труд я понимаю чтобы что-то у меня в жизни получилось я должен потрудиться и для этого нужны знания и потому да потому именно психология то есть вот именно для этой составляющей кармы где фиксированный не фиксированный результат и как правило человек он к строгу приходит когда он жизни получает некие проблемы ну редко редко кто-то приходит из любопытства или просто так обычно люди приходят когда они хотят разобраться в некой ситуации либо найти какие-то ответы на очень мучающие их вопросы да и и здесь тогда конечно очень сильно помогает психология потому что есть некая некоторая этика астрологическая и знаете мне вспоминается на веда радио однажды олег геннадьевич тарсынов звонила женщина и сказала что она была у астролога и астролог ей сказал что на это воплощение ваша личная жизнь закрыта вам ничего не светит ничего не случится в личной жизни и вот она позвонила олегу геннадьевичу и она спросила что же мне теперь делать то есть молодая женщина по моему 32 и сколько и олег геннадьевич и ответил очень просто поменьше ходить к строгам и часто видят поверх что значит лично это значит что подарков от жизни не будет вот в этом вопросе на золотом блюдечке с голубой каемочкой никто ничего не принесет это значит что тебе нужно приложить усилия что-то про себя понять сделать внутреннюю работу мы же приходим для внутренней работы мы приходим для внутренней жизни если мы готовы работать тогда пути откроются и до пришла к выводу вот со своим жизненным опытом о том что хороший практический психолог может очень сильно помочь человеку скажем почему-то по латышски пришло слово по-русски это как навести порядок в своем внутреннем мире то есть хорошим психологом можно навести подрядок в своем внутреннем мире потому что мы очень много о себе не знаем да мы очень много я согласна совершенно мы очень много я себе не знаем даже вот этот подход когда и начинаешь разговаривать с человеком вот меня всегда это удивляет но сейчас уже не удивляет на самом деле я восторгаюсь вот этой глубине джойтиша который он дает то что вот люди вот два человека рожденные в один день почему они разные вот один день вроде бы они даже в одном годе у меня просто есть вот настолько близкий пример передо мной мне есть подруга с которой мы практически живем вот через улицу да и обе мы с ней родились в москве в один день в один год да но в разное время мы совершенно разные люди мы не похожи да и в чем дело вот почему ну понятно что есть какие-то там свои задачи но мы с вами знаем да что в джойтише как раз в течение дня может пройти весь гороскоп и соответственно то есть поэтому знаки разные сразу знак разные сразу совершенно разная личность формируется до у человека да что говорить близнецов разные личности несколько минут рождения люди разные они конечно во многом будут похожи и это как раз тот ключ который астрология нам дает именно в понимании того что вообще происходят то есть астрология в данном случае получается инструмент которым мы шаг нитируем на для того чтобы выявить проблемы опять же мы можем посмотреть в каком доме что стоит а вот для тех кто понимает немножко но я думаю что сейчас вообще астрология на слугу и мне очень нравится вот эта тенденция что люди стали больше к ней серьезнее прислушиваться то есть это не какая-то мистика это реальная наука который вот в индии я обязательно рассказываю что 7 лет надо учиться в институте да то есть там защищать диплом то есть это не просто какая-то ахалай-махалай да как это поэтому когда у нас что-то какие-то в зависимости от того как планеты встают в нашей натальной карте да то типа самые проблемы у нас могут и возникнуть в жизни или не возникнуть вы знаете у меня очень часто такое бывает когда люди они приходят вот они мечтали изучать астрологию они приходят на астрологический курс и у них какое-то понятие что это какая-то дешевая вещь ну которую можно очень быстро понять но через пару занятий у них эта иллюзия полностью рассеивается и они понимают насколько 1 стрел насколько астрология научная насколько она глубокая насколько она сакральная насколько она необъятная совершенно совершенно уходит вот эта иллюзия что это можно как-то быстро понять быстро научиться и так далее и что хорошо ведической астрологии я никогда не изучала западную мне трудно сравнивать но в джиотише есть система дробных карт и система дробных карт она и объясняет вот почему мы разные да то есть дробные карты не очень чувствительны ко времени рождения вот очень часто люди они почему-то путают астрологию а вот этими знаете общими какими-то рекомендациями которые мы читаем журналах газетах там и так далее но наша индивидуальная карта это очень глубоко и очень тонко рассматривает именно нашу личность потому что время рождения здесь играет огромную большую большое значение то есть время рождения но и задает тон вот этому нашему индивидуальному гороскопу и смотрите вот когда мы путешествуем и мы допустим хотим посетить некую другую страну но мы как-то пытаемся в этой стране что-то узнать какие там достопримечательности куда стоит съездить что стоит посмотреть и так далее а когда мы собираемся в страну под названием жизнь мы почему-то так не думаем что здесь тоже что-то надо узнать и на самом деле наш гороскоп в принципе это план бога на нашу нынешнюю жизнь эта подсказка бога это те задачи которые мы же сами согласились вот в этой жизни воплотить но беда то в том что когда мы рождаемся здесь материальном мире мы все забываем мы все забываем те задачи очень часто ради которых мы вообще пришли и мы живем какую-то не свою не свою жизнь вот это ощущение что не свое что-то да она очень часто в людях бывает хотя мне вот сейчас нравится та тенденция последнее время ко мне приходят клиенты которые очень тонко себя чувствуют они чувствуют свой путь и мне очень нравится что очень скажем так все больше и больше людей понимают про себя ради чего они пришли то есть вот эта тонкая чувствительность к себе мне кажется тут есть такая интересная взаимосвязь чем больше мы сами работаем тем более интересных людей мы привлекаем свою жизнь это же тоже такой психологический момент что как только мы делаем что-то какие-то усилия собственные а то соответственные люди приходят которые нам помогают либо эти усилия совершается либо они способствуют каким-то изменением там трансформации они дают нам они точно также подают нам какие-то знаки до дают какие-то опоры поэтому это все естественно то есть сначала когда мы находимся на низкой ступени то есть соответственно идут люди с простыми запросами с каким-то простыми реализации чем больше мы становимся чем сами выше поднимаемся тем более сложные проблемы да и более глубокие задачи приходят меня для меня мне кажется это очень так вот работает это совершенно точно вспоминая там свои какие-то начальные первые консультации те запросы которые были и которые приходят сегодня то это совершенно разный уровень это действительно так и вы знаете я за то чтобы вот есть некоторые знания которые мне кажется они полезны всем и астрология психология мне кажется это полезно всем хотя бы на каком-то начальном уровне это знать почему потому что эти знания они позволяют разобраться в себе они позволяют немножечко как бы со стороны себя увидеть и ведь очень часто бывает так что у нас фокус внимания на какой-то скажем своей слабости да мы почему-то вот очень часто фокусируемся на каких-то негативных сторонах своей личности но ведь на самом деле у нас очень много и сильных сторон и иногда именно астрология помогает человеку лучше понять зачем он пришел лучше понять свои сильные качества характера лучше понять свой путь более того стать на свой путь астрологии изучение астрология она дает возможность человеку обрести уверенность в том что он чувствует думает и понимает про себя правильно что именно этого хотел от него бог и один из моих учителей он любит очень часто задает этот вопрос своим ученикам и он говорит о том на какую профессию в жизни похоже профессия астролога и ответ звучит очень просто на профессию священник только священник он передает просьбы и вопросы и пожелания людей к богу передает просьба астролог он передает ответ бога человеку есть наша карта это то что хотел бог чтобы мы в этой жизни прошли научились реализовали сделали успели поняли проработали и так далее и на каждого человека у бога есть свой план и на самом деле даже не нужно ходить к астрологу если мы чувствительны к своему внутреннему миру то мы чувствуем мы понимаем что жизнь от нас хочет и единственное почему мы можем не чувствовать не слышать план господа в отношении нас только потому что у нас беспокойный ум потому что у нас множество своих собственных планов и только из исключительно поэтому мы не слышим того чего от нас хочет бог да это очень мне вообще очень понравилась ваша аллегория про то что вот жизнь уру то что мы приходим сюда до за знания получаем а то как жить мы эти знаниями не пользуемся это вообще очень замечательно точно так же как можно общем перевести это в отношении да вот я знаю такую концепцию что вообще вот наша земля мы здесь в основном люди приходят для того чтобы отработать седьмой дом так или иначе дом партнерства мы не будем его то есть для тех кто не не знаком с астрологическими определениями да я поясню что седьмой дом в астрологической карте в натальной карте он отвечает за дом партнерства это дом брака дом смерти да в некотором смысле вот и поэтому партнеров партнеров да мы мы часто очень смотрим там о том как раз наша личная жизнь на именно по седьмому дому как она реализуется и вот я слышала такое мнение но не точнее не слышала давно об этом знаю что вообще вот этот план наша земля да она как раз предназначена для того чтобы мы по партнерам все отработали здесь очень быстро мы можем отработать потому что человеческая жизнь она короткая сейчас там ну хорошо если мы там 70 лет проживем у кому-то больше повезет кому-то меньше но тем не менее скажем среднестатистический человек там проживает 60-80 лет и очень быстро в законах вселенной мы можем очень быстро все пройти и набраться опыта как раз вот многие души если мы говорим о реинкарнации да они как раз выбирают этот план для того чтобы быстро отработать какие-то моменты надо сказать что у душа по у нее добровольный выбор она ее сюда не наказывают приходить и реализовываться в том или ином теле потому как люди думают очень часто как люди люди почему-то считают что да нас тут наказали да и бог на самом деле нет душа сама выбирает не знаю уж как там наверху там где где бог находится они там договариваются но тем не менее душа имеет добровольный выбор как раз реализоваться в том или ином месте вот и я собственно хотела как раз вот поговорить по поводу отношений потому что это ну один из ну как если человек приходит не с насущной какой-то проблемой да там здоровье или там какие-то очень срочные дела к астрологу да когда действительно нужно вот срочно там принять какое-то решение то как правило значит вот как вы и сказали у нас либо предназначение ночью а что я вообще должен делать а зачем я сюда пришел либо отношения то есть это вот как бы два на самом деле самых частых вопросах которыми приходят же люди более-менее которые ну вышли из уровня бессознательного да и начали чего-то как-то думать вообще что происходит здесь я думаю что как раз если мы говорим про отношения дату тут психология это самый самый сильный инструмент потому что если нам астрология дала возможность выявить проблему topsy то психология нам уже дает возьму дает ключи как ее решать сто процентов если мы готовы эти ключи брать но поскольку у нас программа все-таки ну как бы я ее так позиционирую как для женщин правда хотя у меня гости разные бывают но все равно мне хотелось бы вообще как как существует как душе в реализованном женском теле делать женщин наиболее счастливыми такая у меня вот гендерная преференция хотя я всех очень люблю и я понимаю что это вот но у меня был выбор такой давайте переродиться женском теле всех женщин конечно же волнует отношения как вообще вот это все решать с помощью именно астрологии психологии какие-то ваши личностные советы а это очень хороший вопрос вообще на самом деле я с вами совершенно согласна что самое важное здесь отношения если мы посмотрим здесь на земле все отношения вот все через отношения и веток же говорится да что есть 14 планетарных уровней мы находимся на седьмом в седьмом седьмой уровень седьмой долг отношения в серединке и вы знаете как это ни странно но отношения начинаются с отношений с самим собой вот очень часто мы готовы полюбить весь мир при этом забывая о себе но еще христос нам оставил просто золотое правило и он сказал что мы не можем полюбить другого не полюбив себя то есть возлюби ближнего своего как самого себя и на самом деле я совершенно сто процентов уверена в том что отношения только тогда бывают успешными когда человек идет в них наладив отношения самим собой вот знаете мы все озабочены поиском второй половинки так вот надо подружиться с первой нужно найти эту первую половинку нужно найти себя и нужно научиться любить себя то есть вот у нас очень много иллюзий и мифов стереотипов по поводу любви и мы очень часто любовь путаем со страстью то есть первую очередь женщины для того чтобы быть счастливой в личной жизни ей нужно разобраться с вопросом а что такое любовь а что такое любовь для меня и потом ей нужно научиться любить себя понимаете вот я очень часто замечаю что мы в большинстве своем может быть это постсоветское воспитание может еще что-то но мы очень критично к себе то есть мы смотримся в зеркало мы редко говорим себе комплименты мы что-то делаем не так мы себя ругаем мы себя критикуем мы плохо к себе относимся так скажите пожалуйста если я плохо к себе отношусь почему мой партнер должен относиться ко мне хорошо если я сама себе не говорю комплименты почему это должен делать другой и все начинается с нас самих и я всегда говорю о том что женщина должна в первую очередь научиться любить саму себя что значит любить себя это значит себя замечать свои сильные качества характера это значит фокус внимания перенести с каких-то слабых сторон своей личности на сильные есть такой феномен вот допустим нам нужна новая сумочка и мы размышляем какая бы она могла быть и так далее и вот когда мы идем по улице мы только сумочки и видим да ну то есть вот мы на них обращаем внимание фокус внимания то есть иногда нам просто нужно перенести фокус внимания перестать себя критиковать и научиться себя хвалить даже за мелочи ну не знаю даже за то что у нас утром начинается с того что мы идем в душ умываемся чистим зубы потому что у кого-то утро начинается совсем по-другому с бутылки 100 грамм да то есть ну нам в общем есть за что себя похвалить и когда мы создали отношения с самим собой нам очень легко создавать отношения с другим человеком и очень часто что еще бывает что препятствует личной жизни вот если мы говорим о одиноких женщинах потому что основной основной поток клиентов женщин это женщины в поиске в поиске своей второй половинки и и очень часто бывает интересная вещь как будто я хочу отношений но с другой стороны я закрыта отношениям потому что есть какой-то негативный прошлый опыт да я испытала боль и на самом деле я закрыта потому что мы всегда имеем то что у нас внутри наша внешняя внешняя внешние события внешняя жизнь она отражает то что у меня есть внутри если во внешнем я не имею того чего я хочу то мне стоит поразбираться а действительно ли я хочу отношений потому что бывает я красиво декларирую что я хочу отношений но при этом я боюсь потерять свою свободу я боюсь потерять себя всегда вот в любом нашей ситуации как бы она нас устраивало или не устраивало всегда есть какие-то выгоды почему в ней оказываемся и остаемся да и если я очень долго не могу устроить свою женскую судьбу я годами нахожусь одна без партнера и не могу его встретить то это говорит о том что мне выгодно быть одной мне это привычно мне это знакомо и придет этот мужчина в мою жизнь еще не понятно как она будет да и может быть но он принесет мне какую-то боль разочарование и так далее и мы же сами закрываем приход отношений и парик это происходит неосознанно дело в том что есть сознание есть подсознание и сознание это верхушка айсберга это практически 2-3 процента от всего того потенциала которые мы в себе носим но мы не сознание творит нашу реальность очень часто нашу реальность творят подсознательные программы и иногда то что я хочу сознательно это что у меня в подсознании это не совпадает то есть сознательно я декларирую то что я хочу к счастливый успешный брак наполненный любовью взаимопониманием и так далее а в подсознании другая информация я закрыта от отношений я боюсь более я боюсь разочарования и так далее это невозможно увидеть так сразу то есть это работа это процесс да и самому это практически с этим невозможно разобраться поэтому здесь конечно требуется помощь специалиста который тебя проведет и покажет что покажет эту программу то есть вот осознание ведь это пол дела да это практически 50 процентов уже сделано живем автоматически очень часто мы даже не осознаем почему и как да то есть мы вот всем наверное знаком этот феномен когда у нас допустим в комнате лампочка перегорела и мы знаем что она перегорела у нас допустим не было времени ее заменить и мы приходим и мы все равно выключатель автоматически просто нажимаем а точно наш перегорела как бы и вот очень часто так автоматически в жизни поступаем поэтому нужно менять модели своего поведения и самому увидеть это сложно в чем же в чем же моя ошибка что я делаю не так я согласна совершенно тем более общем как ну у меня уже есть какой-то опыт достаточно длительный в отношениях а потому что конечно же и когда ты сам что-то переживаешь у тебя много осознаний приходит у меня такой вот вопрос на самом деле сейчас возник пока вы рассказывали моя дочь ей 19 лет недавно запустил на фейсбуке статью из такой популярной газеты интернет хаффингтон пост она называется это англоязычная газета и говорит о молодом поколении что этому колени поколение который не хочет отношений вообще сейчас идет на самом деле большая подмена понятие особенно на западном в западном мире но это все точно так же проникает и ну вы вообще на западе можно сказать живете я как бы если ориентируюсь я сама и вот ну из москвы из россии родом да то есть мы там еще какой-то восток там если в россии еще какие-то остались понятия и кстати интересный момент я заметила вот прожив почти семь лет в сша я заметила что мы ментально другие да то есть вот здесь вот мы в калифорнии живем здесь солнце много солнце влияет и люди были жизнерадостные они к себе лучше относятся они себя лучше больше любят да не так как в россии которая под сатурном находится и такие все сатурнянцы все время себя критикуют но не с хорошей стороны сатурнянской ну собственно вот вопрос вот сейчас вот это молодежь в новое поколение думаю что для вас мы с вами работаем да с молодежью и конечно же нам хочется оставить какой-то след и чтобы люди которые после нас приходят они продолжали вот эти духовные традиции чтобы они обладали знанием вот это поколение которое отношений не хочет то есть все идет к тому что если ты просто зависнуть потусоваться да а когда что-то серьезное возникает уже они все не имеет и не надо еду не хочу я вообще этого не буду потому что это же подразумевает очень большую работу если какие-то и помочь вообще людям и как нам гает в этом астрологии или психологии что вообще потому что опять же вот если возвращаясь прошу прощения к моей дочери она посмотрела на свою беременную подругу который 23 года сказал мама это же лучшее противозачаточное средство я не хочу детей вообще зачем она мне это как раз это письки пизма и который свойственно сейчас западной цивилизации то есть что нам делать вообще это хороший вопрос и на этот вопрос практически нет ответа потому что ответ здесь знаете вот можно коня привести к водопою но ты его не заставишь напиться и мы виде какие-то тенденции мы понимаем что это нездоровая позиция но понимаете бежать и причинять добро мы здесь не можем потому что если мы человеку который не готов воспринимать знания начнем его активно пропагандировать это вызовет только отторжение да и здесь нужно разбираться с каждым случаем по всей видимости индивидуально потому что такое такая тенденция молодежи она говорит о неком травматичном детстве то есть мы же всей семьи и здесь вопрос к родителям вопрос к семье посмотрите даже нашу судьбу ведь наша судьба она создается тремя составляющими не только гороскоп как бы нам не хотелось вот знаете есть такой миф очень большой да что все фатально в этом мире да и но бог он не хотел создавать роботов и даже наш гороскоп как я уже объяснила есть карма которую при прилагая некие усилия мы можем изменить да есть некий отрезок жесткой кармы мы не можем менять но есть что то что мы можем изменить но есть свобода выбора будем ли мы это делать или не будем и конечно вот эта тенденция молодежи это о том что семейные ценности как таковые разрушаются и в семье в семьях очень много боли и очень много страданий принципе семья она призвана в какой-то мере быть терапевтическим пространством потому что семья понимаете вот мы очень часто идем в семью чтобы нас долюбили мы что-то недополучили в родительской семье и нам хочется уже в своей собственной реализовать и получить все то что мы недополучили в детстве очень часто получается совершенно оборотная ситуация да когда мы в семье ранимся еще больше и тогда мы закрываемся совсем я думаю что вот эта тенденция молодежи это и о том что семейные ценности рушатся и люди видят что в семье много более ну как бы сознательно страдать нам не хочется это также пропаганда которая который удобно создавать людей и которые так или иначе зависимы и которыми можно как-то управлять и что касается латвии то мне нравится та тенденция которая есть здесь потому что латвии как-то очень повезло и мы очень духовная страна на самом деле и здесь очень распространены глубины и сакральные знания и люди этим интересуются и я как-то все больше встречаю именно тот момент что люди за семью за семейные ценности и знаете мне сейчас вспомнилась книга майкла ньютона майкл ньютон он написал две замечательные книги это путешествие души и предназначение души и эти книги они содержат в себе очень много ответов на наши вопросы и в этих книгах ведь он описал свой двадцатилетний опыт регрессиониста до человека который погружал людей в прошлые жизни и это очень глубоко научная книга и он ведь говорит что по его наблюдениям по его исследованиям большинство душ которые воплощаются на данный момент на планете земля это молодые души 80 процентов это молодые души дум к реалиям земли и отсюда много ошибок потому что ну когда душа она имеет богатый духовный опыт она имеет мудрость она личность да она делает меньше ошибок да то есть она более скажем более устойчиво в своих взглядах тенденциях и так далее она очень хорошо умеет отличить зерна от плевел а когда душа молодая и неопытная она поддается вот пропаганде еще каким-то вещам и так далее и делает много ошибок и все что мы можем делать наверное показывать примеры счастливых семей своим примером только своим примером то есть это большая ответственность людей которые создают семью создать счастливую семью потому что вот есть простая семья и это как самородок а чтобы стать счастливой семьей этот самородок алмаз допустим он должен пройти огранку и работа которую мы вкладываем отношения это огранка и счастливая семья только получается после огранки ну просто так она не бывает у нас есть некая иллюзия что в этом мире просто достаточно встретить своего человека да то есть если у меня в личной сфере что-то не идет это значит я сделала неправильный выбор это значит я связала свою жизнь с кем-то не тем иногда бывают в какой-то мере курьезная в какой-то мере достаточно грустные случаи когда вот у меня есть клиентки которые прожив с мужем 20 лет они приходят ко мне на консультацию задает такой вопрос мне кажется что я не того человека выбрала но дорогая ты с ним прожила 20 лет у вас двое детей как это не тот человек ну как это может быть такого просто не бывает и я не очень люблю фрейда но у него есть гениальная фраза где он говорит что мы встречаем в жизни всегда тех кто есть в нашем подсознании и с нами всегда те люди всегда наш партнер это наше зеркало даже в астрологии есть дом личности это первый дом и прям а напротив дома личности находится седьмой дом дом нашего партнера гляжусь тебя как в зеркало и все планеты которые попадают в первый дом или в седьмой дом да они своими взглядами вносят энергию в противоположный дом то есть все что я нашу в себе это же мне транслирует мой партнер мы очень многогранны и мой партнер это всегда какая-то часть меня он всегда обо мне и ведь очень часто даже приходя на консультацию психологу мы склонны винить второго человека вот если он изменится у насчет поступать как-то по-другому я стану счастливой но изменения нужно начинать себя и вопрос правильный вопрос он будет звучать такими действиями я создаю себе вот эту ситуацию что я такого делаю что вот этот человек решил что со мной можно так поступать со мной можно так говорить и так далее как я создаю эту ситуацию какие мои действия до подскажите мне не понимаю да но мы склонны гораздо быстрее обвинить второго человека что это он не такой и здесь всегда вот только идти внутрь себя и смотришь что у тебя внутри как ты создаешь эту ситуацию как ты создаешь вот это отношение потому что каждый человек который приходит в нашу жизнь это наш учитель никто тебе не враг никто тебе не друг но каждый твой учитель у меня вот вопрос возник как раз по поводу раз уж мы про карму поговорили да и про партнеров то есть у меня сразу возникла возник вопрос по поводу кармического партнера да есть такое понятие буквально вот на днях тут читал статью юлию юлию судаковой как раз об изменении себя для того чтобы там мы искали не кармического партнера да то человек который нам подходит потому что кармические партнеры он приходит нашу жизнь для того чтобы мы что-то там отработали по своей карме и он что-то отработал да потому что если он наш кармический то мы его кармический партнер и вообще насколько это концепция она может быть наоборот как раз и хорошо что мы встречаем кармического партнера а не ищем какого-то там такого который не знаю неведомый да вот как вы считаете тут у нас есть как раз еще немножко времени мы можем быть еще это обсудим как там кармический партнер всегда встречаем тех кого мы должны встретить мы никогда не будем в каких-то на самом деле все кармические и вопросы если меня что-то не устраивать только ко мне каким образом я притягиваю именно этого человека и на самом деле ответ будет в любви к себе потому что любовь к себе это залог того что в мою жизнь как минимум приходят порядочные люди если я как-то не люблю себя только ко мне придет партнер который тоже не будет меня любить да и вот смотрите любовь к себе это ответ на все то есть если я по-настоящему построю отношения с самим собой ведь мы очень часто мы почему партнера ищем потому что мы нам не нравится наша жизнь мы неуютно и плохо себя ощущаем внутри нам кажется придет это второй человек и устроит нам праздник я стану сразу счастливой так вот это очень большая иллюзия потому что мы в отношении идем и делимся тем что у нас есть если я такой несчастный то кого я притяну я тоже притяну несчастного человека чем мы будем делиться тем что есть в избытке надо во первых свою жизнь сделать кайфушную чтобы в ней кайфовать чтобы наслаждаться своей жизнью балдеть от своей жизни и тогда ты приходишь к партнеру тебе есть чем поделиться на самом деле вот у меня есть такое важное дополнение вне зависимости от того что у нас жизни происходит мы должны действительно получать то есть могут быть негативные события но мы должны их принимать как уроки да это очень важный момент жизни в целом должна приносить удовлетворение мы должны быть довольны тем как мы живем не вне зависимости от того что мы там работаем тяжело или или наоборот живем на райском острове да и тянем там ну как то проводим время на на пляже баунтия то есть это очень важно понимать кому-то ну так вот так получается да в нашей жизни всегда очень важно помнить вот есть одно очень важное правило всегда важно помнить что у нас всегда есть одна свобода вот ее никто не может у нас отнять это свобода как я реагирую на происходящие со мной события и вот этой свободе реагирования можно поучиться у таких людей как виктор франкл да это не сразу вспомнила да просто об этом да это замечательный психотерапевт прошлого столетия еврей который прошел все ужасы концлагерей и он сохранил свою человечность и он сохранил себя как личность он сохранил свою целостность и ведь потом пройдя эти концлагеря он же читал лекции о том как мы можем выбирать свои реакции с твоим телом могут сделать все что угодно но есть что-то в тебе чем ничего не и никто не может сделать это твоя душа и как в ведических знаниях сказано что душу нельзя убить ее нельзя и сушить ее нельзя сжечь ее нельзя намочить ей вообще ничего нельзя сделать душа это всегда составляющая полное счастье знаний и блаженства спасибо большое на марии она у нас уже к сожалению заканчивается время хотя замечательно мы с вами поговорили очень было интересно я хочу сказать напомнить что с нами была она мария райла из юрмала из латвии астропсихолог и астролог и с вами была анастасия хрущинская программа женская гостиная присоединяйтесь к нам по четвергам спасибо большое на марии замечательно мы с вами поговорили очень мне было приятно что вы пришли к нам в гости спасибо